Добрый вечер. В эфире программа «Время говорить». Я ведущий Асан Кали Ахмед. Сегодня у нас в гостях директор по развитию Международного Альянса, основатель российской компании «Ритейл Ин Дитейл» Сергей Леонов. Добро пожаловать, Сергей. А также соучредитель казахстанской компании «Эксим Партнерс» Джалиль Булатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим об Международном Альянсе Ритейлеров, который был создан в рамках большой конференции, скажем так, большого съезда ритейлеров в стран СНГ, который проходил два дня в Астане. Вообще, что это было за мероприятие? Чем оно знаменательно, скажем так, для казахстанских торговых сетей? Да, буквально сегодня завершил работу двудневный международный конвент под названием «Мир торговли». Он впервые был организован в таком составе с участием 16 стран. В работе конвента участвовали операторы сетевой розницы, это торговые сети, а также производители, не только из Казахстана, это были производители и как из России, из Казахстана, так и из других регионов, а также экспертного сообщества. В течение двух дней производители и торговые сети вели прямые переговоры о поставках продукции, о планируемых объемах закупа. То есть два дня эти были насыщены переговорами. Каждые порядка четырех тысяч переговоров прошли в течение двух дней на площадке конвента «Мир торговли». В результате компании смогли максимально предложить свои товары широкому кругу торговых сетей как Казахстана, России, так и других стран СНГ. Торговые сети, в свою очередь, имели возможность ознакомиться с ассортиментом практически производителей, очень большого числа производителей со всего региона. Кроме того, на экспертных площадках проводились профильные сессии, на которых профессионалы обсуждали конкретные вопросы по развитию торговой индустрии, по перспективным трендам развития инфраструктуры ритейла. Также обменивались мнением, опытом, задавали вопросы, получали ответы непосредственно от участников рынка. На этом форуме было заявлено о том, что создан Международный альянс ритейлеров. У меня такой вопрос. Что дает этот альянс самим ритейлерам? Что он может дать? Это действительно площадка, основой которой является площадка информационная, цифровая площадка, вокруг которой объединяются розничные торговцы и получают данные о всех товарах, которые производятся производителями в разных странах. Таким образом, ритейлер может выбрать для себя товары, о которых, может быть, даже не подозревал, выбрать лучшие условия и заключить контракт на поставку напрямую данного товара через свою сеть. Например, такой альянс действует на территории России, и в прошлом году в рамках такой переговорной кампании все ритейлеры получили до 30% нового товара, который дал более большую конкурентную способность на рынке. Через эту площадку? Через эту площадку. То есть, если я правильно понимаю, это что-то типа электронной биржи? Это похоже на электронную биржу, но выглядит это таким образом, что любой производитель, вне зависимости, где он находится, может войти через сайт, представиться и выгрузить все производимые товары на эту площадку. Эта площадка дробит эти товары в определенном классификаторе, а сети, подсоединенные к этой площадке, сразу же моментально видят данные предложения. Производителям не нужно разъезжать и вести переговоры. Буквально за 10 минут они доступны до сотен сетей, до сотен и тысяч магазинов. Да, для казахстанских производителей товаров с высокой добавленной стоимостью, эта площадка, наверное, будет очень интересна, да? Все-таки рынки... Очень интересно, и уже сегодня мы проводили переговоры с этими производителями и давали им просто-напросто ссылки для того, чтобы они не регистрировались. Все, что могут получить казахстанские производители, это быстрый доступ к сетям, которые входят в данный альянс, и на сегодняшний момент это 10 торговых сетей в России с общим оборотом более 3 миллиардов долларов. В прошлом году в трех сетях российских мы тестировали данную площадку и тестировали на пяти казахстанских производителей. Надо сказать, что отклик у покупателей России на казахские товары был замечательен. На сегодняшний момент мы имеем возможность, благодаря возникновению альянса в Казахстане, этого международного альянса давать возможность производителям Казахстана экспортировать свой товар в более большое количество сетей с более большим количеством товаров. У меня вопрос к Джалилю. Скажите, пожалуйста, с производителями понятно, что они получают больше выгод. Казахстанские ритейлеры, казахстанские сети, какой плюс имеют от создания этого альянса? Казахстанские сети, которые будут входить в альянс, они имеют одновременно, как уже говорил Сергей, доступ к широкой базе производителей, как казахстанских производителей, так и российских, но и в последующем производителей других стран. Одновременно они могут смотреть наилучшие условия, максимальный ассортимент товаров и заполнять свою матрицу, получать аналитические материалы, я думаю, это выгоды здесь для казахстанских сетей, так же, как и для казахстанских производителей, они тоже очевидны в этом плане, что они имеют максимальное предложение. А нет такого опасения, что казахстанские ритейлеры могут затеряться на фоне крупных российских сетей, допустим, или еще каких-то? Ну, я думаю, здесь опасений нет, потому что казахстанские ритейлеры действуют на территории Казахстана, работают, соответственно. Они, ну, затеряться они, естественно, здесь не могут, да, то есть они будут работать на местном рынке, и иметь конкурентные преимущества в виде, опять же, максимального ассортимента и оптимальной цены. Я бы добавил, если можно, жалели, на мой взгляд, даже наоборот. Если казахстанская сеть имеет небольшой товарооборот годовой, в отличие, например, от российских сетей, которые там развиты на своей территории, и более большие по товарообороту, однако казахстанские сети продают на своих полках российские товары, то они используют закупочные условия общего оборота альянса. Мы немного тестировали, насколько условия могут измениться на российские товары, например, для казахстанских потребителей через казахстанские сети. Мы считаем, что это от 10 до 30 процентов цена может упасть в зависимости от товарных категорий, потому что это минует дистрибуторские схемы и схемы перекупщиков. То есть дистрибуторский бизнес может вообще потеряться, да? У дистрибуторского бизнеса есть своя среда, он бизнес как логистический, и здесь, в Казахстане, есть чему посвящать ему время. Например, огромное количество частных предпринимателей, которые строят свои магазины, отдельно стоящие магазины, и они не могут позволить себе инфраструктуру логистическую. Это как раз и есть логистический бизнес. Сети, которые все-таки объединены в единую сеть, уже имеют в первую очередь свою логистику или свою дистрибуторскую компанию. Объединение ритейлеров не может привести к монополизации рынка? Есть какие-то четкие правила установленные, какие-то, которых должен придерживаться та или иная торговая сеть при вхождении на эту площадку? Я могу только привести факты законодательства России. Антимонопольный комитет очень жестко регулирует данное состояние. Группа аффилированных лиц или одна сеть не имеет права в одном муниципальном округе занимать более 25% выручки в этом округе. Что касается Республики Казахстан, то в данном случае из-за того, что розничный сетевой бизнес только развивается, данной регуляции нет, но и количество сетей на сегодняшний момент на территории Казахстана, даже если суммарно объединить их в выручку, вероятно, это даже суммарно не даст возможность суммировать ее до 25%. В Казахстане все еще остаются крепкими традиционные формы торговли, это рынки, мясные, овощные, отдельно стоящие магазины, ларьки и так далее. Поэтому на сегодняшний момент угрозы для потребителей в регулировании цен здесь нет. Но как только, я уверен, как только одна сеть или альянс сети будет подбираться к каким-то доминирующим позициям, антимонопольное законодательство Казахстана обязательно это все начнет регулировать, как это сегодня регулирует Россия. Джарли, скажи, пожалуйста, насколько готовы казахстанские ритейлеры включиться в этот альянс и, скажем так, развивать торговлю уже в таком цивилизованном русле? Ну, как вот Сергей уже говорил, мы изучали, естественно, рынок торговых сетей на территории Казахстана, которые функционируют. Мы проводили ряд переговоров, в том числе и экспертное обсуждение. То есть сети для себя, то есть они сделали какие-то выводы для себя, получили, то есть увидели в этом выгоду. Выгоду, во-первых, в развитии себя, как предпринимательства, в целом получения выгодного предложения, способности внедрять технологии, получать дополнительные инвестиции на развитие. Поэтому тут для сетей стоит вопрос развития бизнеса. Конечно, это выгодно, и сети готовы сегодня вступать в этот альянс, и уже предварительно есть договоренность. Как долго шли к созданию этого альянса? У Казахстана и России, скажем так. Путь длинный, потому что сейчас мы открыто заявляем, что это международный альянс, потому что в нем уже несколько стран. И начиналось все это, наверное, 10 лет назад, и мы прошли разные закупочные объединения, закупочные альянсы. И получалось, и не получалось, как в любом, наверное, бизнесе, достаточно много всего. На сегодняшний момент мы нашли ту самую модель, которая интересна и производителям, и сетям. И главное, в этом всем находят для себя покупатели в виде более широкого ассортимента и цены. И вот, отвечая и резюмируя наш вопрос, 10 лет, да. Но последние два года это то, что получается хорошо. То есть поступательное развитие, мы можем сказать, идет последние два года. Скажите, пожалуйста, если я правильно понял, никакого участия каких-либо государственных регулирующих органов в создании этого альянса нет? Нет. Это чисто рыночная? Чистая рыночная компания с желанием работать в ней и производителей, и сетей. То есть это та самая синергия, которая, и та самая химия, которая происходит без участия государства, но которая генерирует для конечного покупателя. Можем ли мы сказать, что вот эта система, она будет сама себя регулировать с тем, чтобы не навредить потребителю и не навредить тому же продавцу? Мы можем так сказать. Однако мы всего лишь предприниматели. И, безусловно, мы действуем в рамках законов тех стран, в которых мы присутствуем. Мы подчиняемся этим законам. Где-то они более жесткие, где-то они менее жесткие. Но мы действуем по законам. Если где-то мы видим возможность, например, где-то мы имеем возможности более быстрее развиваться, как на сегодняшний момент в Казахстане, из-за менее регулированного рынка мы это с удовольствием будем делать. Это то, что сказал Жалиль. Отклик от сетей казахстанских, он очень-очень большой. Сколько казахстанских сетей изъявили желание войти в этот альянс? На самом деле широко мы объявили об этом только сегодня в рамках конвента. Я могу сказать, что на конвенте присутствовало порядка 35-40 казахстанских сетей. Из этого числа предварительно уже порядка, скажем, 5-6 сетей уже готовы ввести на сегодня переговоры. Но это только, скажем, начало процесса переговоров. Еще предстоит, конечно, много работы. Но вот такое определенное количество уже сетей изъявили желание. Вот вы в начале нашей беседы упомянули, что в рамках конвента, который проходил два дня в Астане, и производители, и ритейлеры имели возможность провести прямые переговоры, B2B, скажем так, и обсудить какие-то вопросы напрямую без всяких посредников. И с этим такой возникает вопрос. Нужен ли тогда альянс, если есть площадка, где каждый может найти себе, договориться с какими-то сетями или с поставщиками? Давайте, наверное, я скажу так, Сергей меня, наверное, дополнит. Во-первых, для чего нужна была эта встреча? Встреча нужна в целом, чтобы и сети, и производители поняли свой потенциал, изучили сети, посмотрели, какая продукция существует на других рынках, какие есть поставщики альтернативные, в чем их уникальность. А уже вопросы, то, что касается альянса, это вопросы выгоды, которые существуют для производителей сетей. То есть одно дело, когда производитель ведет переговоры с одной сетью, у которой 10-15 магазинов, и другой вопрос, когда, допустим, альянс с другим масштабом, тысячу более магазинов, соответственно, и для производителя уже это совсем другой рынок. Поэтому выгоды альянса, они очевидны как для сетей, в первую очередь, так и для производителей. Но, опять же, повторюсь, что конвенты, эти переговоры, они нужны были в первую очередь, чтобы познакомиться с потенциалом, чтобы сети смогли посмотреть, какая продукция, в чем ее уникальность, и в то же время производители могли напрямую пообщаться с сетями, узнать их первичные условия и потенциал для своего роста. Сергей, а вы как бы дополнили этот вопрос? Я бы дополнил так, что очные встречи, они, конечно, полезны, но они не могут происходить 365 дней в году, в то время как площадка Альянса дает возможность заходить в сети производителям в любое время без всяких командировочных инвестиций. Джалиль, я знаю, что в конвенте, который проходил эти два дня, вы сами уже сказали, что участвовали и торговые сети, и производители из многих стран высшего постсоветского пространства, скажите, есть ли у них какая-то заинтересованность присоединиться к этому Альянсу? Насколько высока эта заинтересованность? По оперативным данным, которые буквально пришли с полей конвента, мы проводили переговоры, вели дискуссии на площадке с нашими коллегами с Узбекистана, с Армении, с Азербайджана, с Киргизии. То есть, опять же, я говорю, что открыто мы заявили об этом только сегодня. И те сети, которые присутствовали с этих стран, они начали уже проявлять интерес, более подробно спрашивать об условиях, о возможности в последующем участия их торговых точек в подобном Альянсе, и уже приглашали, буквально сегодня уже приглашали нас провести аналогичные презентации, дискуссии в своих странах. Сергей, вот у меня к вам вопрос, наверное, последний. Скажите, пожалуйста, создание этого Альянса, вхождение в него в казахстанские компании, не приведет ли это к тому, что российские торговые сети начнут массово открывать здесь свои филиалы и, скажем так, проводить экспансию на рынок? Нет, Альянс, он не про это. Это не дорога для экспансии. Это, скорее, возможность для сетей получать лучшие условия от производителей благодаря синергии закупочного объема суммарному. Это возможность производителям проникать и заниматься экспортом на соседние рынки и увеличивать свои объемы. и только вокруг этого. Все, что касается планов развития каждой сети в отдельности, она их внесет сама. Для нас это является абсолютно четким секретом. И если есть у сети российские планы войти в Казахстан, она это делает без Альянса. Но мы даже об этом не знаем. Поэтому Альянс не тот инструмент, через который могут проникнуть сюда сети. Ну что ж, спасибо, уважаемые гости, за интересную беседу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Сергей Леонов, директор по развитию Международного Альянса ритейлеров, основатель компании Retail & Retail Россия, а также соучредитель компании Казахстанской компании Exim Partners Джалиль Булатов. Спасибо вам еще раз, уважаемые гости, за беседу. На этом у меня все. Увидимся в эфире. Продолжение следует...